Итак, коллеги, добрый день. Меня зовут Кривенкова Наталья, я ведущий консультант-аналитик компании CoderLine. Работаю по разным блокам. Я функциональный архитектор по 1SZU и регулучету, функциональный архитектор по казначейству УХА, ЕРПИ, ЕРПУХА и ведущий аналитик бюджетирования по управлению холдингом, то есть просто УХА. На сегодня у нас с вами вебинар на тему настроек зуба под себя. Я покажу вам на вебинаре настроечки, которые у нас делаются для пользователей, да, лично самим пользователям, чтобы не отправляться, да, в поддержку за какими-то вот такими мелкими моментами. Как можно самостоятельно, скажем так, себя обслужить, чтобы свою проблему решить, да, не дожидаясь там откликов от специалистов, да, и не обращаясь никуда. На сегодняшний день предлагаю еще чуть-чуть, пару минут подождать, вот прям, прям еще, наверное, до 14, там, 14, до 14, простите, на 4. Хотела бы тоже уточнить, впервые вы на наших семинарах, были ли на предыдущем, если были на предыдущих семинарах, то плюсики в чат, если вообще впервые на наших семинарах от компании Кодерлайн, то можете поставить нюансик. Вижу. Так, Невская, вижу. Елена, впервые, понимаю. Семинары у нас по зубу будут примерно раз в две недели. Следующий семинар, если не ошибаюсь, он у нас уже есть. Будем разбирать, как обращаться, да, на линию поддержки, как правильно оформлять заявки, чтобы специалисты вас услышали. Не посмотрел, сейчас на сайте выложен уже, да, ссылочки на подключение, да, через две недели или нет. Скорее всего, еще так вперед, еще не успели, да, у нас на сайт добавить. Записи мы также публикуем на YouTube-канале. Можно посмотреть, найдя нашу компанию Кодерлайн. Работаете с зуб или только планируете? Есть у нас те, кто планирует. Если планируете, то откликнитесь, напишите единичку. Видимо, все у нас работают зубом. Так, коллега, вижу, спасибо. Чат немножко припаздывает у меня. Геста, вы уже работаете в системе, да, у тех, кто работает, написали плюсики. У вас система, да, работанная конфигурация или недоработанная. В некоторых моментах, которые я буду рассказывать, да, такие нюансы будут важны, потому что у вас это может чуть-чуть по-другому располагаться, да, или там какая-нибудь настройка, да, быть в другом просто, например, блоге. Типовая, спасибо. Типовая. Спасибо, спасибо, коллеги. Итак, все, кого мы могли подождать уже с нами, начинаем. Кто опоздал, кто не успел. Итак, запускаем нашу демонстрацию. Надеюсь, всем все видно. Все так же, все хорошо. Я буду показывать еще на примере Одинэске. И у нас в системе Одинэске у нас выглядит, да, таким образом. Мы сейчас будем смотреть на примере версии РПА, управленной персоналом Корп, но многие Корп настройки, да, я убрала отсюда. В версии бывает у нас три типовых. Это базовая, проф и корп. Большинство компаний у нас на профике, да, по рынку России. Корп могут себе позволить достаточно большие компании, у которых действительно есть нужда, допустим, в управленческом учете, да, в ЗУПе, возможно, в HR-учете и в учете по охране труда. В остальных случаях обычно используют проф-версию. Базовая встречается крайне редко. Итак, мы познакомились в прошлый раз, да, что такое панель вот разделов, да, у нас было на прошлом семинаре, можно будет найти на Ютубе. И также вот в этой вот панельке разделов, да, у нас есть наши блоки, да, наши разделы работы. Мы про них поговорим еще раз в разделе настроечек, когда будем именно искать что-то через систему. А сейчас обратите внимание вот на вот эту вот маленькую кнопочку на верху системы. До этого у типовой версии, да, она была в левом верхнем углу, сейчас уже последний год она находится в правом верхнем углу. Если на нее нажать, у нас появится возможность настроить. Настроить разные виды. Настройку панели, настройку начальной страницы, настройки разделов, да, разделы, напомню, что это такое у нас. Начнем прямо сверху. Все раз, вот эта кнопочка маленькая, она почти незаметна. Две полосочки и стрелочка. Жамкну на нее левой кнопкой мыши. Настройки. Настройка панели. Настройки панели разделов на данный момент у меня сейчас такие. Эту панельку настроила я себе сама. В типовом, да, в варианте у нас есть только панели разделов. Сверху. Также точно панели разделов при первом открытии у вас может находиться горизонтально, да. Может находиться вертикально. Пример. Сейчас изменила настроечку. Покажу. Да, у нас пропало. Сейчас не очень, наверное, хороший пример. Сейчас, секунду. Наверное, просто перемещу панели разделов, да. То есть в большинстве случаев сейчас, когда вы новый пользователь зуба, у вас открывается по умолчанию в левой части экрана вот эта вот достаточно большая панелька. Да, в ней помещаются все названия, но она съедает часть вашего экрана. И меньше вы видите отчеты, и вам, например, когда нужно что-то просмотреть, вы листаете вправо отчет. Не всегда большие отчеты помещаются на экране. Конечно, очень большие отчеты, они в принципе не поместятся, придется листать. Но большинство типовых отчетов, или типовых, при переносе вот этой панельки наверх вылезает полностью в экран. Очень удобная функция. Часто жалобы пользователей на то, что они не могут видеть отчеты, и неудобно, чтобы видеть последние две колонки, одну-две колонки буквально, листать вправо. Проблема решается следующим образом. На вот этот вот насчет. Настройки. Настройка панели. Это настройки, которые вы делаете сами у себя на своей персональной учетке. То есть вы ничего никому не сломаете, вы не повредите никак систему, вы не испортите другим пользователям. Это только ваши личные настройки. Вот эта панелька у нас сбоку. Мы видим вот это вот желтенькое. Берем мышкой и перетаскиваем наверх на пустое поле, которое у нас было. Нажимаем применить. Если мы хотим сразу, допустим, увидеть результат, у нас вот эта панелька ушла наверх. ОК – это равнозначно провести закрыть. То есть это когда мы и применили, и закрыли эту настройку. Эту настройку я закрывать не хочу, потому что хотелось бы еще показать вам еще одну дополнительную функцию, которой я пользуюсь постоянно, и большинство моих пользователей всегда просят ее дополнительно включать. Это панель открытых. Чем это удобно? Вы не внизу экрана, в типовом решении. Можно чаще всего настраиваться внизу. А наверху экрана, как раз когда работаете с 1С, видите полностью все открытые документы, отчеты. И вас вот здесь их можно двигать. Касаемо панели функции текущего раздела. Не очень удобная функция. Панель избранного – это когда вы добавляете по звездочке что-либо, и потом хотите быстро перейти в нужный раздел. Сейчас покажу. И панель истории. Панель истории, на мой взгляд, вообще бесполезная вещь в обычной жизни для обычного пользователя. Это что вы открывали из последних документов. Открыли-закрыли, например. У вас и так это будет… Если вы открыли, то вы и так это увидите в панели открытых. Если вы открыли-закрыли, то, в принципе, примерно вы помните, где это было и какой-то документ. Итак, давайте применим, покажу. И вот у нас появилась избранная. Избранная – это то, куда я заходила. Например, у нас физические лица. И отметила звездочкой. Например, давайте я еще отмечу вот сюда. Вот панель быстрого поиска. Например, больничные листы. Для этого абсолютно любой документ, абсолютно любой журнал, можно зайти, встать на этот журнал, переместиться чуть левее, на журнал, на документ, на справочник. И пока не высветится серая звездочка. И на нее жампнуть. После этого у вас будет подсвечено в системе, что будет намного быстрее находиться, нагляднее. И, если необходимо, добавляется сразу в панель избранного. В панель избранного заносят именно те документы или какие-то ссылки, которые очень сложно найти, которыми вы редко пользуетесь. Просто чтобы не забыть. То есть кто-то пользуется панелью избранного, а кому-то удобнее открыть вот здесь и посмотреть по звездочкам. То есть есть сотрудники, которые, например, употребляют звездочками, абсолютно все отмечают. Звездочками практически. И тогда панель избранного у вас превращается в такую большую простыню, в пол, которую еще нужно листать. И продвинутые пользователи, например, в избранное добавляют что-то крайне редко, чем пользуются, например, но нужно найти. Если не хочется запоминать или не могут запомнить, где что лежит. Опять же, они ее включают и выключают только тогда, когда им нужен данный функционал. Это необязательная настройка. Я обычно ими пользуюсь. Я вижу по звездочкам, например, что мне чаще всего нужно. Я поэтому переношу. Итак, применим. И панель избранного ушла. Следующий настройчик, который у нас, допустим, тоже достаточно часто используется, это настройка панели разделов. Но скажу буквально два слова о настройке начальной страницы. Настройки начальной страницы – это вот эта вот страница, вот она, начальная страница, которую вы видите, заходя в систему. Есть, например, случай, когда она абсолютно бесполезна или вы не хотите видеть какую-то информацию. Вот таким образом выглядит окошко, где вот в этой стороне правая колонка – это то, что вы видите. Сейчас покажу. У меня здесь чуть потернуто. Опять же, по причине того, что я не люблю это. Видите? Вот, например, да, это вот эти вот текущие дела. Вот, да, раздел называется «Текущие дела формы новости». Да, и приглашение из кабинета. Если я хочу, в принципе, это убрать, я встаю на нужный мне элемент, удаляю, или нажимаю вот на эту кнопочку «Переместить в левую колонку». Но в левую колонку это переместить вот в эту часть, но не убрать. Да, то есть я, например, хочу, в принципе, этот раздел убрать. Мне не нужен. Да, и выглядеть вот так экранчик у меня будет, без возможности зайти вправо. Давайте попробуем еще одну вещь сделать. Это, например, просто удалить, в принципе, панельку рабочего стола. И зубы у вас будут открываться вот таким образом. То есть вы будете заходить и видеть постоянно пустой экран. Ну, кроме вот этой вот информации надоедливой о возможных новостях и обновлениях. Для этого вы раз в день, когда запускаете, отжимаете галочку внизу, обязательно обращайте внимание. Или, например, если бывает такое повещение, когда вас спрашивают «Всегда или никогда?», если это не относится никак к вашей текущей работе, да, какие-то напоминания в системе, которая настроена. То есть только к рекламным акциям от компании 1С вы можете их спокойно отключить, вы ничего не потеряете при этом. Итак, третий раздел, который чаще всего используется, да, это настройки, настройки панели разделов. Настройки панели разделов выглядят следующим образом, да. Вот это желтенькое сверху, это у нас панель разделов. Вот эти вещи, это с левой стороны подбор персонала, мотивация, да, какие-то вот пунктики. Это те части, которые относятся к корп версии. То есть я отключила из версии корп все дополнения, да, которые нам как разделы, да, могут попадаться для того, чтобы изначально показывать на типовом функционале проф, например, да, и не прыгать между системами, не открывая две системы, а чтобы это показать в одной. Например, в корп системе, да, есть возможность включить дополнительно вот эти блоки. Но опять же, для обучения персонала чаще всего используют для обучения и развития дополнительные ПО, такие как веб-тьютор, потому что в них работают не кадровики, а HR-компании. А для HR-ов там функционал намного расширен. Веб-тьютор – это один из примеров мотивационных и HR-овских программ по подбору персонала и так далее огромное количество на рынке. По охране труда здесь буквально минимальный блок о паре документов, да, по добавлению, когда принимаете сотрудника на работу. и подбор персонала намного лично относится также к обучению и мотивациям. Эти блоки я отключила, но сейчас, например, да, я добавлю в левой части экрана то, что мы обычно не видим, в правой – то, что мы видим вот в этой желтой панельке. Например, да, охрана труда, и к ней открылся отдельный блок. Если у вас не ограничены очень жестко права в системе, а, например, у вас компания небольшая, и вы не пользуетесь абсолютно всем функционалом, вот не нужно вам зрительно, например, да, как кадровику блок там администрирования или настроек, да, вы можете его самостоятельно не отключить из системы, а просто убрать у себя из видимости, чтобы он вас не отвлекал. Вот именно таким образом. На эту кнопочку, настройки, настройки панели разделов и убрать все лишнее, то, чем вы не пользуетесь. Опять же, вы можете убрать все лишнее, например, какой-то один единственный документ, который вот, например, вам нужен в выплатах, да, например, там целые счета сотрудников, вывести в панель избранного и добавить просто себе панельку избранного. Такое тоже можно сделать. Итак, мы поговорили с вами о настройках панели, начальной страницы панелей, панели разделов. В презентации, да, вот буквально кратенько по каждому слайну, на что мы уже прошли. Дальше предлагаю перейти к настройкам навигации, настройке действий. Почему я говорила, что избранные не очень удобные вещи, или, допустим, у вас все в звездочках, да, мы сейчас увидим это. Презентация, да, я показываю, что это на примере отдела кадров, да, на примере раздела кадров и работе, отдела кадров, да, куда проходить. Одно логичная вещь есть в каждом разделе системы. Сейчас покажу. Итак, на презентацию у меня вот эта часть, выделена, да, то есть шестереночка. Такая же шестереночка, абсолютно все то же самое, да, есть всегда в правой части экрана. Видите, с окошком поиска. Покажу на настройках, например, опять же, кадровых. Настройки, да, например, вы здесь обратите внимание, мне для того, чтобы братьте физические лица, а физическими лицами пользуюсь достаточно часто, да, когда принимаю людей, опять же, мне нужно несколько раз листать. Это неудобно. Я себя отметила, да, как звездочку, возможно, да, я могу настроить себе панель избранного, да, чтобы вот в этом вот не руль со всем. А есть второй вариант, намного проще, интереснее, который позволяет вам самостоятельно настроить то, с чем вы работаете, и причем где-то расширить, например, вот этот журнал, да, который в этой части находится от ниже сотрудников и до штатного расписания, да, какие-то вещи наоборот убрать. Вот самая интересная часть. Нужно нажать на эту шестереночку, левой кнопкой мыши, и нажать настройки, настройки навигации. Открывается вот такое огромное окно. Обратите внимание, что левая часть, опять по аналогии с тем, что мы рассматривали, да, ранее левая, всегда отключенная, то есть недействительная. Вот такое количество документов у нас еще есть, которые не включены для отдела кадров, например, да, но мы можем их включить. И вот такое количество уже включено. Например, с частью из них мы не работаем, нам неудобно. Еще иногда бывает в таких компаниях среднего уровня, ну, на мой взгляд, да, средней компанией, называется компанией до 500 человек, это штатом, до 500-600, и, например, у кадровиков очень разграниченные роли. Например, кадровик может пользоваться, да, один кадровик, это относится к АТИЗу, да, например, к нормированию труда, к фоту. Второй, например, по охране труда, да, вот отдельный специалист, а третий, например, там двое, да, специалистов, которые принимают, отправляют людей в отпуска. А есть отдельный, например, кадровик на командировке, да. Опять же, в такого уровня компании большой, где очень много персонала, например, постоянно есть командировки, кадровик всегда есть отдельно выделенный, ну, или, например, расчетчик, да, которые занимаются только командировками, если поездок много. И, например, вот в этой части, мне кажется, огромное количество всего мне неудобно листать до физлиц. Я могу лишнее просто отсюда отключить. Как мне это сделать? В правой части я могу отключать, как целые блоки системы, да, например, там, медстрахование. Давайте вначале покажу. Вот я хочу убрать испытательный срок. Я хочу убрать медстрахование. Ну, нет у нас возможности, да, мы не делаем ММС. Хочу полностью отключить воинский учет, вот аттестации, штатное расписание. Вот мне, как кадровику в компании, это есть, да, штатное расписание ведется. Но конкретно мой функционал на это не завязан. По этой причине мне эта информация лишняя. Она мне только мешает и, соответственно, зрительно, да, занимает мое время в поиске, например, только физлиц. Физлица, сотрудники, прием, перевод, увольнение, командировки, отпуска. Вот хочу себя оставить. Все остальное хочу убрать. Для этого перехожу на шестеренку, настройки навигации, например, кадровые отчеты сотрудники всегда оставляем, да, потому что мы им пользуемся всегда. Я хочу убрать целый блок. Для того, чтобы убрать целый блок и все, что подчиненное в нем, да, это вот по кнопочке подразделения, должности, категории, я встаю на самое верхнее. Нажимаю удалить. Он не удаляется из системы, он удаляется только из видимости, конкретно для вас, и вы всегда можете это вернуть. Опять же, это никак не относится к другим пользователям. Вся тема вебинара – это когда мы заработаем только для себя, настраиваем только под себя, никак не портим систему, это сделать отсюда невозможно. И можем именно себе упрощать жизнь, не соседу, не для всех, а только себе. И, например, из блока «Смотри так же», да, у меня вот нужны только физические лица, ну, электронные, трудовые. Все остальное я хочу отключить. Для этого я могу встать, да, например, удалить. Это удаляется только один документ, да, перс учета. Вот он перешел, и мне показывает тоже система, куда переместила. Теперь урочных, например, я тоже не вношу, на работу выходной я не вношу. Премии могу оставить, перевод другому работодателю я не пользуюсь. Согласен на обработку ПНД, я и так распечатываю, как положено, и с физлиц. Опять же, если кому-то интересно, можно посмотреть предыдущий вебинар, мы об этом говорили. Военкоматы, воинские звания, вот ничего у меня этого нету, состава военнослужащих у меня нету, перечень должностей бронирования, например, да, и вот это вот ППСС, хочу удалить. Есть случаи, когда я могу отключить, когда проще, да, отключить целый блок и потом добавить, например, из блока только один функционал, то есть третий вид настройки. Первый мы убирали целый блок, вот эти станции, например, тоже не нужно. А, например, из пособий я хочу оставить себе только извещение ПСС. Вот пособие целиком удалить, самый простой способ, да, чтобы по одной вот этой вот ссылочке не добавлять, не удалять, простите, и добавить только одно единственное. Вот хочу я только извещение от ПСС. то есть у меня из блока пособий, чтобы не щелкать, да, по каждому документу, который я убираю. Я убираю весь блок и добавляю только документ, например, или справочник, который мне нужен, только ссылкой, которой я буду пользоваться. Давайте сейчас посмотрим еще на самом большом блоке, да, это у нас сверху. Это все, что отключено вот в этом блоке обычное. Обратите внимание, какое количество здесь и сколько здесь включено. Опять же, я хочу оставить только то, чем я пользуюсь. Есть такой журнал, да, приемы, переводы, увольнения. В нем и приемы, и переводы, и увольнения. А есть отдельные журналы только на прием, только на перевод, например, только на увольнение, да, или кадровые переводы списка. Я хочу из этого, вот я работаю только с приемными переводами и увольнениями, но я хочу отдельные журналы, да, не общие. Сейчас покажу разницу. Я не хочу видеть изменения оплаты, нам оно не нужно. Все отсутствия оставлю. Когда мне нужно ММ, куда внести отпуска, командировки, предположим, тоже нужно. Графиками я вообще, например, да, не пользуюсь, не увожу. Ну, не ходят у нас люди по графику. График у нас свободный, когда человек захотел, когда я пошел, да, с руководителем договорился. И, например, так как у меня есть и так журнал отпуска, я могу отключить вот эти два журнала. Так же, как и с приемами и переводами и увольнениями. Сейчас покажу. А, ну, я отключу, вот, в принципе, весь мой отключок. Сейчас покажу огромную разницу, как у нас преобразился этот интерфейс. Намного меньше места занимает. Не нужно каждый раз листать до того момента, пока мне найдут физических лиц. Просто не нужно. Опять же, эти звездочки, да, они позволяют увидеть именно какой-то редкий момент, да, когда я сюда захожу. Но когда у меня небольшое количество документов, с которыми я работаю, и уже настроено зрительно, удобоваривый для меня, да, вот интерфейс, мне эти звездочки уже перестают быть нужны, как таковые, да. Их можно включить, также точно пройдя на нужную ссылочку, не нажимая на ссылку, а перейдя в правую, в левую часть, и отжав звездочку. Аналогично, да, ее можно не вернуть. Итак, например, я хочу отключить еще сервис, он мне не нужен. И сейчас показать вам разницу между приемом на работу, да, и приемом перевода увольнения. Аналогично с отпусками. Здесь, опять же, каждый кадровик настраивает, как ему удобно работать. Мне, например, было бы удобнее, да, будучи кадровиком, иметь каждый журнал в отдельности, чтобы, если у меня в приеме, я заходила только в приемы. Но когда я именно проверяющий, да, вот по программам часто ко мне обращаются, по заявкам, мне удобнее видеть вообще, в принципе, все документы разом. То есть максимально большие журналы, и я уже в этом журнале работаю с огромным количеством отборов. Например, да, вот с приемом перевода увольнения у нас и приемом перевода увольнения. Так как база небольшая, нам это все быстро, легко бросается в глаза. Обычно еще можно посмотреть, что в журнале, нажав кнопочку «Создать», и видите, вот такое количество документов. То есть этот журнал, он огромный журнал на разное количество документов, которые в него входят. А приемы на работу по кнопочке «Создать» обратите внимание, никакого выбора нет, и при нажатии сразу же создается болванка пустого документа приемной работы. Аналогично со всеми отсутствиями, да, я говорила уже, и с отпусками. Попробуем отпусками. Обратите внимание, кнопочка имеет, да, вот эту черную такую стрелочку вниз, и здесь сразу несколько видов отпусков. Так как чаще всего люди не используют, да, все вот эти разделы отпусков, люди, именно кадровики, да, делают пометочку, обычные люди на свой год используют что угодно, то удобнее именно работать с большим журналом отпуска, но именно с прямоприводными увольнениями удобнее работать, когда это отдельно, само по себе, каждая. То есть, например, теперь я понимаю, что вот эти вот вещи, да, я могу отпустить отпуска, потому что у меня это все здесь есть. Опять же, панель открытого, да, нам позволяет переходить, например, к примеру, да, на все открытые наши ссылочки. Также, например, у нас было открыто с вами очень много ссылочек, пример, да, и хочется сверять рядом, рядом, да, два, например, документа или какие-то два отчета. Один отчет у нас может быть вот в этом углу, потому что, да, у нас панелька избранного открыта, избранного, прошу прощения, панель истории открыта. А другой случай, например, да, когда у нас второй отчет вот здесь в начале или в середине. Что мы делаем? Берем, зажимаем мышкой и перетаскиваем. И вот, например, если у нас здесь было бы два документа на сравнение, да, или два отчета, мы просто могли вот таким образом настроить и переходить с одного в другое. Об этой функции, что можно перетаскивать, как ни странно, тоже обычно пользователи не знают, сами они не пробуют. И нужно просто один раз показать. Обычно тоже сразу же идет как массовое явление, то есть и моментально когда один пользователь узнает, да, как минимум, в своем отделе он коллегам обязательно показывает функционал. Тоже очень удобно. Как говорила, вернемся в раздел кадры, на шестереночку, настройка, навигация. И, например, я хочу еще вот убрать вот эти вот отпуска, потому что я и так знаю, что они у меня есть. Чем отличается кнопочка удалить, удалить все, да, так же, как и добавить, добавить все. Удалить – это удалить либо раздел, либо отдельно один журнальчик. То есть раздел – это вот этот вот большущий чай, да, там обычный блок такой системы, либо один документ. Удалить все нам очистит вообще весь полностью перечень вот здесь документов. То есть будет просто огромное пустое поле, которое вы уже будете сами наполнять, конечно, если не забудете, вот с левой части вправо. Например, не пугаемся, такое может произойти, мы случайно перепутали кнопку, да. Вот это вы создаете сервис, это из другого блока. Вот сейчас покажу. Так же по шестеренке у нас есть настройка действий. Аналогичная ситуация, но она нужна для чего? Сейчас покажу вначале. То есть тоже, да, можно удалить все, и здесь на самом деле вообще будет просто пустой экран. И можете сами, как конструктор, накидать себе абсолютно любой документ, любые действия, с которыми вы постоянно работаете. В любой момент вы можете это сделать, независимо ни от чего. настройки пока сохранять не буду. Вернусь, например, у нас настройка навигации. И также вот случайно, да, нажму добавить все. И утону. Да, раз, два, три, там, листание мышки, да, или вот там трогание вот этого бегунка. То есть почти три раза полноценных. По кнопке создать. Что идет по кнопке создать? Это создается документ, да, какой-то. Опять же, если вам удобно, вы можете настроить также вот эту панельку действий. Панелька действий – это создать и сервис. то есть, например, да, можно сделать вот таким образом. Применяется, сбрасывается, да. Например, я оставила только создать сотрудника увольнения. В прошлом вебинаре я показывала, да, что для того, чтобы создать сотрудника, есть много вариантов, но я показывала самые простые. Кадры, сотрудники – это чтобы не забывать, да, например, кадровику, который только начинает работать с системой, и вот не забывать, как куда заходить. Конечно, когда уже вы пришарили пользователь, вы можете прямо из карточки сотрудника из документа прямо создать и физика, и сотрудника, все что угодно, и даже ГПХ. И с акта, например, да, с обратной стороны можете пойти. Но это для очень продвинутых пользователей. Например, да, вот мы перешли кадры, сотрудники. Дальше создать. То есть, да, мы сделали раз, два, три действия. Есть вариант проще. Мы зашли в кадры, нажали сразу по кнопке создать. Мы себе вывели заранее. Очень пользуемся сотрудник. Ну вот, например, у нас очень большая компания, да, вот у нас именно зубкорт, и у нас огромное количество людей именно принимается и увольняется. А я конкретно, например, кадровик, который отвечает за прием и увольнение, за перевод, отвечает кадровик, который занимается штаткой. Да, мне было бы удобнее, вот в этом случае, настроить себе сразу приемы и увольнения, ну и приемы сотрудника. То есть по кнопке создать, это вывести себе еще один документ. Да, вот у нас открылось создание сотрудника. Это есть в каждом блоке, настраивается аналогичным образом. Зарплата. На настройки навигации. Аналогичные настройки действий в зарплате. Зарплата. Настройки действий. То есть навигации, что добавить, как ориентироваться, а действия – это по кнопке создать. Так проще запомнить. Аналогично, да, то есть, например, у нас на числе зарплаты, обращаем внимание, да, по кнопке создать, вот эти вот документы. Ну, отпуск, например, обычный расчетчик уже не создает, да. Это было бы удобнее вынести к адресу, например, да, функционал. То же самое есть в выплатах, то же самое есть в налогах и взносах. Да, у нас, допустим, есть скрытые, да, документы перечисления до хэлл-бюджет. В принципе, то, что мы не видели. Иногда бывает такое, что пользователь просит что-то добавить, да, что он знает, что как-то это можно. Разит там возвратным дхэлл, например, да, но не видит этого изначально. Настройки, которые были сделаны у меня, это типовые настройки 1С-овские, с которыми каждый из вас открывает 1С-ку. Ну, открою мне вот звездочек, да, это было уже мое с предыдущего вебинара. То есть просто типовая из коробки, что она содержит. Все документы есть, но некоторые из них просто нужно открыть. Опять же, если у вас в компании очень большая компания и есть, например, очень жестко прописанные роли или компания средняя, также, ну, есть, например, роль только кадровика, есть роль только расчетчика, да. Понятное дело, что кадровик таким образом не сможет обойти запрет, да, и смотреть там суммы или там смотреть выплаты. Это сделать невозможно, потому что это регулируется совсем на другом уровне, на уровне администрирования. Но в своем блоке, который вам разрешен к работе, вы можете настраивать здесь то, что вам нужно. Дальше переходим. У меня здесь указано также точно, что мы делали. И переходим в окошечко поиска. Что нам дает до поиск документа или поиск справочника в системе? Например, вот такая ситуация, что у меня пользователь звонил и говорил, слушайте, я точно знаю, что документ был в один из киев. Я вроде уже нажала, вообще включила все, да, как вы показывали, настройка навигации. У меня зашла, например, данная пользовательница, нажала настройка навигации, открыла все в разделе, например, кадров, а документ найти не может. Вот просто не может. Потому что здесь очень много всего. У меня никак руки не доходят, чтобы почистить, да, вот это вот. Огромное количество. И не может вспомнить, да, вот зашла, вот везде все подключила, а не может вот даже глазами быстро найти, где вот документ, который ей нужен. Например, я хочу найти два НДФЛ. Перехожу в абсолютно в любом разделе, абсолютно в любом, на который у меня мышка первая встала, да, хоть на многохудносов, хоть в настройках. Вхожу на настройках. Именно документ, да. Документы – это отражение зарплаты, возможно, анализы какие-то, да, которые будут вытащены. Все, что не относится к отчетам, а то, что относится к журналам и к документам. То есть мы говорим, что поиск сейчас идет по вот этому открытому функционалу, да, по вот этому, по вот этому. Мы не можем таким образом найти что-то, что у нас скрыто в кадровых отчетах, да, или что-то, что у нас в блоке отчеты по зарплате, или таким образом найти, например, у нас оплату там ФСС, да, именно отчет в ФСС или в пенсионку, да, вот мы не можем, потому что они сидят в разделе отчетности. Но мы можем понять, в каком блоке, да, у нас раздел отчетности, и как перейти в него как можно быстрым способом. Или, например, какое-нибудь, забыли вот название, как оно называется. Я вот каждый раз в Одинессе была система в свое время, что называлась такая справочка, справки от бывших работодателей. Было очень удобно, потому что ты просто искал там по слову бывших, да, бывш, и тебе система подсвечивала эту справочку. Она раньше лежала в, по-моему, в этих налоговых взносах, по-моему, нету, а в отчетности справки. А в самом начале работы Одинесс, когда Одинесс придумала вообще вот зарплату управления персоналом, третью версию, это было в разделе кадров. И обычно такую информацию вносит отдел кадров. Дальше потом эту справочку изменили название и абсолютно огромный был шкал звонков с кадровиками, которые даже иногда расчетчики вносили эту справку. Обычно кадровики, но иногда это расчетчики делают. Не могли найти эту справку. Справку Одинесс переименовала, не сообщила об этом в рассылках, да, раз сообщила намного позже, и люди стали, пытаясь принять людей на работу, внести справки, да, о доходах и не могут найти эти справки. Так как это называется, в принципе, справка, да, я стала искать по слову справки. И вот, например, эта справка лежит у нас в отчетности справки, справки сотрудников, справка для расчета пособий исходящих. Давайте я ее выделю нашей звездочкой. В этой ситуации мы тоже можем пользоваться звездочкой. Дальше нам неинтересны там виды справок, да, то есть абсолютно при всем открытым он нашел. Сбросим и смотрим. Также можно было, например, разбрасывать просто, нажав на крестик. Не обязательно, как я, да, на пустое место щелкнуть. Можно было нажать крестик. Но просто я точно знала, что, например, еще и другого раздела, да, и мне все равно нужно выйти, да, например, перезайти там в другой раздел. Вот наша справочка. Да, справки для расчета пособий. В свое время аналогичная справка была и для расчета пособий входящая, да, то, что у нас сотрудник приходил. Просто пор про поиск по документам и справочникам в системе мы поговорили. У нас осталось еще две небольшие темы. Это поиск отчетов к обычным вариантам и сквозным вариантам. Ранее я сказала, да, что вот этот поиск по окошечку, он ищет именно среди открытых блоков, да, то есть всего того, что открыто. Если бы, например, я полностью скрыла. Давайте сделаем таким образом. И вот здесь я уберу абсолютно все, что у меня связано с отпусками. Ну вот случайно настраивала, да, и просто забыла, да, что мне нужно отпускать. И, например, я пытаюсь документ отпуск найти, да, или журнал целый, да, документов отпусков. Обратите внимание, по кнопке «Создать» он у меня есть. В кадрах вообще ничего нет, да, и раздела кадров нет, а в зарплате он предлагает резервы. А где сам документ отпуск? Поиск действует только по открытым документам. Опять же, в типовой конфигурации из коробочки, да, когда вы первый раз заходите в любую компанию, у вас уже есть какие-то настройки, да, вот эти типовые 1С-овские, и эти документы открыты. Но если нужен какой-то особый документ, которым редко пользуетесь, по мнению 1С, они не добавляют в панель открытых вот этих. То есть его нужно себе включать отдельно. Был такой тоже случай. Давайте верну обратно на отпуск. Сразу вижу на опыте. И сейчас поищем, например, из настроек. По слову опять отпуска. По слову отпуска. Да, у нас появились вот отпуска и зарплаты. И мы также можем здесь создавать кучу отпусков. Как работает поиск именно внутри, внутри отчетов? Сейчас я верну раздел. Кадровые отчеты. Переходим. Кадры. Кадровые отчеты. Менять местами по высоте нельзя. Сразу скажу. Были вопросы такие, да. Можно ли как-то попытаться здесь, например, сверху, конечно, там вынести документ, например, там, не знаю, больничный, да. Но нужно букву «Б». Потом, например, там, по алфавиту хотя бы сделать. Нет, такое сделать нельзя. Без вашего жарлистого программиста. Кадры. Кадровые отчеты. Я, например, хочу посмотреть документ «Табель». Вот хочу очень «Табель», но именно документ, да. У нас есть документ «Табель», а есть именно отчет «Табель». Это две разных сущности в системе. Опять же, мы разбирали на прошлой встрече, чем отличаются. Документ – это то, что мы переносим, да, лапками впечатываем. А отчет – это то, что собирается по так же всем документам внутри системы. Попадают, например, все отсутствия, и нам не нужно ввести именно сам документ «Табель». «Табель» «Документ» ведут только в случаях, если у вас какое-то производство, да, где огромное количество людей меняется постоянно, да, может поменяться внутри смены, и вам нужно регистрировать вот эти факты. И чтобы отдел кадров не захлебнулся от документации, именно ведется в компаниях, прям принято, да, что ведется учет по табелям, да, что табелирование обязательно. И, например, там начальники цехов, начальники производства, да, подают именно табели в таких случаях. В компаниях попроще документ «Табель» не ведется. Именно есть только отчет, да, табель, которым проверяется все отсутствия и все ли документы внесены в систему. Например, там, забыли отпуск провести, да, почему-то у нас к счету получают полную зарплату. Идем, формируем отчет и видим, отпуск так и висит у нас там непроведенный, а мы точно знаем, что документ там, там, заявление мы там уже с человеком подписали. Возможно, там, распроводили и забыли, как провести. Итак, ищем документ «Табель». Как мы можем его найти? Мы можем также точно начать вот глазами бегать по вот этой вот всей простыне, а можем попробовать по слову. Особенно в больших компаниях, либо Enter, либо на значок кнопки нажать. В больших компаниях, опять же, есть такое, что вы отчеты настраиваете под себя. И одно дело, когда вы этот отчет, который настроили, сохраняете под своей учеткой, да, например, был бы вот контакт информации и отчет под моей фамилией. А может быть такое, что у вас вот отчеты, которыми вы пользуетесь, это постоянно донастраиваемый функционал, который, например, другого сотрудника, например, начальник отдела кадров настроил какой-то отчет, да, там, сам ли с помощью аналитика или с помощью программиста, да, то есть настроил его. И дальше вы им пользуетесь. Ну, например, какие-то свои отборы вам приходится там постоянно добавлять или этот отчет немножечко, да, модернизировать. То есть есть отчеты, которые вы видите типовые, есть отчеты, которые вы видите, которые вам кто-то настроил и дал права ими пользоваться, а есть именно ваши, под вашей учеткой, которые видите только вы. Это для того делать, чтобы вы увидели настройки, сохранили настройки. Мы об этом еще поговорим на одном из следующих вебинаров. Про отчетность, про настройку отчетности под себя это будет, скорее всего, через еще вебинар. Итак, вот по слову табель, да, у нас идет подборка абсолютно всего в системе, где у нас фигурирует это слово. Слово это очень часто говорили даже в полях отчета, поэтому в типовых, да, в типовых полях отчета. Поэтому мы вот по слову табель или табель, да, мы можем случайно увидеть табельный номер и кучу всего. Опять же, слишком долго, и обратите внимание, разделы, да, у нас выплаты, охрана труда, например, там выплата, разделы вот это, зарплата, разделы вот это, да, и в бухучете. То есть поиск срабатывает контекстом, да, по всем разделам. В первую очередь он ищет и показывает раздел, в котором вы находитесь, потом все остальные. Если вы хотите сократить поиск, то ищите по какой-то отдельной уникальной части. Например, я лениво призываю аналогичности, облегчать себе жизнь. Иногда, да, можно там написать, вот случайно, да, вот написали Т-13, отчет в текущем разделе не найдено. Во всех остальных, да, разделах тоже не найдено. Потому что он идет так, а писать на самом деле так намного дольше. И опять же, он начинает искать по букве Т, да, где совпадает буква Т, а это еще больше список отчетов. То есть, когда вы ищете табель, самый популярный отчет, помимо расчетного листка, для зарплатчиков, проще найти по цифре 13. И, пожалуйста, мы видим, да, что отчет, табель учета рабочего времени лежит у нас не в кадрах, а в зарплате. Бывает такое, что весь блок зарплаты для кадровиков закрыт, да, у вас просто не существует вот такого раздела, то есть, даже такого названия нет. Но вам-то нужно тоже проверять табель учета рабочего времени. И в этих случаях вы можете обратиться к своему программисту или аналитику и сказать, что да, мне это нужно для работы, да, чтобы табель проверять, ваш руководитель там это подтверждает. Или если вы сам руководитель, вам, да, проще. А вы же тоже проверяете табелирование людей, то есть был он на рабочем месте, все ли документы в это работали, да, если особенно компания огромная и документы там пачками, да, валятся. Есть какая-то централизованная бухгалтерия, там, кадровая отдела, это очень огромный объем документов, да, и проще именно себя время от времени проверить. Есть возможность дать доступы даже при жестком АЛС, при отсутствии, да, вот этого раздела зарплаты, есть возможность сравнительно, ну, это какая-то быстрая, да, там, в течение, там, буквально часа-двух дать вам доступ вот на вот этот раздел без допилки, там, суперсистема. Действительно, делать недолго. И вот, например, мы открыли, да, там документ, вот, прошло, не отчет табельный. Ну, давайте на кого-нибудь сформулируем. Важно, на кого. Не помню, там я выбирала каких-то сотрудников, да, так, сбор. Скорее всего, ничего нет, потому что за... Ну, вот, например, да, у нас открылся именно отчет табель. Обратите внимание, это именно отчет. Мы здесь ничего не можем править, мы только видим готовый результат, да, то есть то, что у нас система посчитала, то, что у нас система видит. Ну, здесь четыре дня вообще выходных. На февраль месяц. Последний. Так, про поиск поговорили, про отчеты поговорили. На данный момент мы успели пройти абсолютно всю программу, да, нашей презентации. И мы можем перейти, да, к блоку ваших вопросиков. Если вопросы будут небольшие, да, связанные с темой, то сразу покажу. Все ли было понятно на встрече? Если да, и все понравилось, нажмите, пожалуйста, плюсик. Если где-то нужно еще раз что-то, да, рассказать, объяснить, или у вас какой-то есть вопрос из практики, вы можете его задать в чате. У нас есть еще 10 минут времени, и мы можем попробовать уважиться. Коллеги. Давайте пока дадим пару минут напечатать вопрос. Иногда бывает, что занимается время так. Спасибо огромное за обратную связь. Спасибо, Татьяна. На сегодняшний день, да, я пока чуть-чуть вперед забегу. Мы с вами проговорили настройку панелей, настройку начальной страницы, настройку панели разделов, настройку навигации действий и как себе выводить, да, определенные документы, которыми именно вы пользуетесь, да, на быстром доступе. Мы поговорили о поиске документов, справочников в системе. Обратила, да, внимание, что из открытых, да, из открытых, которые мы себе открыли сами или нам открыто изначально при настройках системы, при первом запуске, например. Мы поговорили про поиски. Есть такой еще нюанс, да, один, для чего используется панелька избранных. Я ранее озвучивала, что какой-то редкий отчет, которым пользуетесь, и, например, например, чтобы каждый раз не переходить вот сюда, да, в теории, мы можем в документе, да, обратите внимание, здесь я, к сожалению, не могу поставить звездочку, но внутри, когда мы уже запустили отчет, звездочку у нас доступна. Система спросила, хочу ли я добавить это в панель избранного, я говорю, да, но вот здесь нигде, да, это не появляется. Зато мы это можем вывести, настройки, настройки панелей, и когда нам что-то, например, или вниз, например, да, чтобы опять же не слегать с наших отчетов лишний экранчик. Вот у нас вот здесь, внизу появился табель отчета рабочего времени. Мы можем в него перейти очень быстро. Да, нам не нужно заходить в зарплата, отчеты по зарплате, искать, либо по столу, либо по цифре 13, да, мы можем воспользоваться. Опять же, панель избранного удобна только в случаях, если вам что-то нужно куда-то очень долго ходить, проваливаться, или что-то, чем вы редко пользуетесь. С отчетами она тоже работает. То есть это тоже работает, это тоже можно сделать. Так, коллеги, если ни у кого нет вопросов, спасибо огромное за обратную связь. Если у вас есть какие-то предложения или, возможно, вопросы по работе программы, вы можете обратиться на нашу почту, на нашу линию, по нашему номеру телефона. И как вариант, если у вас есть желание дать обратную связь, вы также можете к нам обратиться, опять же, используя телефон или почту, и дать обратную связь о вебинарах, возможно, прислать какие-то свои вопросы. Когда вопросов будет хотя бы 2-3, именно из таких, которые могут вложиться примерно в 20 минут. То есть 2-3 вопроса на 20-30 минут разбора. Мы также точно можем такие вопросы разбирать в режиме реального времени и отвечать прямо перед аудиторией, перед теми. Но хотелось бы, чтобы вопросы по такому уровню, которые побольше по заковыристи, поступали заранее. То есть не в процессе. У меня был как-то вебинар, и коллеги задали очень сложный вопрос по и настройкам системы, и запуску системы, и при этом ведению учета. То есть одновременно. Такие вопросы, которые на несколько вебинаров, конечно, мы не уложимся в один. Так как у вопросов, я смотрю, что нет вопросов. Все понравилось. Еще раз спасибо за обратную связь. Была рада вам провести этот вебинар. Спасибо вам за внимание. До следующих встреч. Запись я останавливаю. Хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok